С наступлением нового 2013 года республиканским предпринимателям, работающим в сфере общественного питания и реализации алкогольной продукции, пришлось привыкать работать по новым правилам. Вступили в силу изменения в федеральное законодательство, предусматривающее дополнительные ограничения в сфере продажи алкогольной продукции. С 1 января 2013 года запрещена розничная торговля пивом и пивными напитками в киосках, палатках, лотках и павильонах. В республике на этих ограничениях не остановились и в силу вступили нормы, установленные кабинетом министров Чувашской республики. В частности, ограничивается продажа алкогольной продукции на объектах торговли и общественного питания, расположенных в городских парках и скверах, на пляжах и территориях, предназначенных для отдыха и занятий спортом. Исключением для данного ограничения являются только рестораны. Как же приспособились предприниматели к новым правилам и как исполняют законодательство? Да, ситуация, конечно, изменилась несколько. В прошлом году, если, допустим, у нас нелегальная алкогольная продукция, как бы она занимала незначительное место, то в связи с введением новых ограничений по продаже пиво-пивных напитков в нестационарной сети, то как бы вот этот вот поменялся несколько ракурс. У нас нелегальная алкогольная продукция, по информации, которая у нас из других источников поступает, значит, она появилась у нас, стали торговать таксисты, значит, доставка у нас организована на дом алкогольной продукции, что является тоже незаконной деятельностью. Ну, и иные виды. Ну, большинство у нас предпринимателей, они, конечно, исполнительные. Многие уже исключили из своего ассортимента товаров, это алкогольная продукция, пиво-пивные напитки. Конечно, от этого они страдают, то есть прибыль, естественно, у них уменьшится. Но мы их до этого еще заранее предупреждали, что это норма все-таки вступит в силу. Поэтому они должны были быть готовы к этому. Многие, конечно, уже действительно прекратили торговать. Продолжение следует...